Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы продолжаем играть в игру Хастл Кастл. Сейчас будем собирать, ну и надо сегодня дотратить нам все-таки, наверное, яблочки, которых у меня нету. Но сейчас мы все это соберем. Так, отдалим камеру, давайте-ка заберем древесину, сталь. Здесь у меня поваренок 23 уровня получился. Ну, конечно же, естественно, деньги и яблочки. Сколько у нас? 180 тысяч. Да, не густо. Денег мне на улучшения надо очень и очень много. Точнее, не денег, а ресурсов, ребята. Хотя мы можем с вами, если честно сказать, сделать что-то такое магическое. Ну, начнем, пожалуй, с подарков. Давайте заберем все. И сейчас я вам отправлю. Начнем, как обычно, с Альянса Самозванцы. Так, Тазген, опять что-то не получается мне отправить с первого раза тебе. Давай-ка еще разок попробуем. Вот так, держи, Андрюха. Дальше Зути. Так, Мофас. Сергей Иванович. Держи. Так, Намат. Все, пока все зашибись. Славян. Так, кто у нас следующим будет? Ага, Крэш. Давайте Крэшу отправим. Крошка. Как же, как же ему не отправить, да? Так, и теперь мой уже идет. Это будет Вовчик. Вован, держи. Подарочек. Надеюсь, тебе что-нибудь хорошее из него выпадет. Так, дальше у нас будет... Кто? Андрюха. Да, держи, Андрюха Бахмаров. Спасибо тебе, кстати, за комментарий. Так, следующим у нас будет фейк-такси. И еще семь осталось у меня. Это будет... Погоди-ка. Что-то не то немножко, да? Вот, Фофану я хотел. Держи, Фофан. Так, Дензель. Умка. Талисин. Естественно, Талисину. И последний у нас это будет... Макс. Так, погоди-ка. Ага, Нерду. Кстати, Нерд играет вообще или нет? Я даже не вижу его, если честно. Так, Кайфолов. И последним будет Ильдар. Сейчас мы это заберем. Ильдарушка. Так, погодите. У меня еще, по-моему, есть, да? Да, еще один сундучок. Это будет Зен Варвар. Все, Юрий Порецков. С подарками мы вроде бы разобрались. Кстати, ребят, напишите в комментариях. Вообще, стоит вот это вот показывать в видео, как я раздаю подарки, чтобы не тратить ваше время. Потому что, может быть, кому-то это не нравится. Так, и начинаем вскрывать сундучки. Так, отбойный молоток. Ну, оставим пока его, потом примерим. Ну, а это разбираем. Тут даже думать нечего. И открываем подарочки. Так, отлично. И здесь, наверное, тоже ресурсы. Ну, да. Так, и того у меня 315 тысяч яблок. Можно куда-то их потратить. Например, сходить в портал. Нашествия-то у нас нету. Вторжения, точнее. Сейчас мы с вами посмотрим. Есть у нас еще, кстати, в магазине подарочек. Давайте его заберем. Бесплатный все-таки. И посмотрим, что из него выпадет нам. Так, а что? Неплохо. Курточка на стрелка. Но слабенькая. Давайте, наверное, мы ее разберем. Синий кристалл нам пригодится. Так, все. Закрываем это. Блин, да что ж ты не выходишь-то, а? Эй! Хорош уже издеваться надо мной. Давай, вот, отлично, вышли. Так, ну что, по ресурсам. Так, нашествий у нас, к сожалению, нету. Жаль. Так, этот слабенький у нас. На этого я не пойду. Так, ну, в принципе, можно посмотреть вот этого парнишку. Забираем магию. Так, делаем разведочку. И что мы видим? Что перед нами? Ну, давайте его немножечко накажем. Мне нужно развиваться, ребята. Поэтому, как говорится, не обижайтесь, не обессудьте. Все не со зла. Так, забомбим, нет? Да, победили. Спасибо тебе, родной ты мой. Что подогнал мне ресурсы? Оу. Боец 83 уровень получил. Это хорошо. Два левла, и он уже будет 85. Можно будет ставить кого-нибудь другого на прокачку. Так, ну, а мы, наверное, с вами пойдем в портал, ребята. Только лишь для того, чтобы спустить куда-то яблоки. Ну, и получить синие сундучки. За которые, как я уже говорил, мы трясемся. По крайней мере, я трясусь. Точно. Так, а я так понял, что лего выпадает из мифических сундуков. Есть вероятность ее получить. Ну, опять же, это у нас все идет донатом. Я донатить не хочу. Честно вам скажу, ребята, я буду как-нибудь так своими силами. Будет все это, конечно, долго. Но деньги мне все-таки пригодятся на более нужные вещи. Так, давайте этого дракушу положим. Хорошему тут буянить. Смотри, да, сколько у него поглощения идет, а? Все, завалили. Отлично. Мы продвигаемся на одну ступеньку выше в портале. Это хорошо. Так, забираем здесь все. Так, сколько нам еще не хватает, а, ребят? Давайте-ка посмотрим. Оу. А я, в принципе, наверное, могу запустить ее, да? По ресурсам-то она совсем подходит мне. Давайте, наверное, мы с вами сделаем. Три дня, 18 часов она будет делаться. Все, меня, в принципе, устраивает. По крайней мере, я вложил хоть куда-то деньги, свои ресурсы, и чтобы они просто так зря не пропали при следующем нападении на меня, я их лучше в дело впущу. Так, это хорошо, это уже радует. Все, все работяги у меня заняты. Теперь моя душа спокойно. Так, а до следующего сундука нам, ух, елки-палки, сколько там пиликать-то. Ладно, потихонечку, я думаю, мы с вами до туда доберемся и посмотрим, что нам там выпадет. Этих ребят мы ложим даже с закрытыми глазами. По левлу они очень слабенькие, так что волноваться здесь нечего. Играю на двойном ускорении. Как говорится, ничего не боюсь. Так, и предпоследняя у нас пачечка. Ложись ты уже, хорош буянить. Так, кто у нас здесь босс? А, вот это травуля, как ее назвать, я даже не знаю, которая ядом травит постоянно. Так, отлично, 80 темных душ я получаю. У меня, ребята, это не основная цель. Сегодня прохождение портала я просто сливаю яблоки для того, чтобы забрать сундуки. Так что не обольщайтесь, так скажем. Ага, упали красавцы. Тут у нас, а, у нас пошли энты. Ну, это мои самые любимые персонажи, потому что они ватные. Так, а здесь у нас мимики. Ну, тоже, в принципе, неплохие ребята. Мой вояка, как говорится, их ложит на ура. Щелкает, как орешки. Так, и последний у нас здесь. Ага, две мышки и мимик. Ладно. Упали. Все, и еще выше на одну ступеньку. Мы с вами поднялись. Так, что у нас тут? Давайте-ка заценим. 38 уровень. Так, еще 4 левела нужно, да? Подняться, чтобы дойти до сундучка. Поехали тогда. Так, а здесь у нас уже идут стрелки и магия. Вот это уже плоховато. Ну, так как у меня левел намного выше этих сосунков, я даже не буду волноваться по этому поводу. Пройдем очень быстро. О, шрум. Да, я как вспомнил, сейчас прохожу вот этих боссов и вспоминаю, как мы играли с ними вообще в первый раз. Ядрена ты вошь. Как мы там пыхтели. Ну, по крайней мере, я пыхтел. Над каждым боссом искали стратегию. Но в то время игра была совсем другая. И, как говорится, другие были времена. Если судить по игре Хастл Кастл. А не в жизни в реальной. Так, ну что же. Давайте продолжим. Здесь у нас типа как бы два боссика будут, да? Алхимик, которого я прозвал Гунькой, и Водяной. Ну, сейчас мы до них и доберемся. Так. Кстати, вот эти вот толстяки, видите, ребята, которые с морскими звездами на груди? Вот я про них говорил, что босяра был. Вот типа такого же Гунька вызывает вот этих вот толстяков. Вот я не могу его пройти. Просто давит меня своей массухой. Просто массой. Он выпускает их, по-моему, по четыре штуки. И они меня давят. Я уже пробовал там и двух танков выставлять, и магов. И что только там не пробовал, не получается. Вывод только один. Надо менять шмотку, укрепляться. Мне бы хотя бы одну Легу на моего бойца, именно в тяже. И я думаю, что ход истории бы уже в корень бы поменялся. Так, поехали с вами дальше. Так, здорово, Гунька. Скелетики. Мимик там был. Я его даже не заметил. Хе-хе. Такой незаметный щегол проползал там мимо. Так, это у нас сороковой уровень. Ну, опять же, мы его проходим довольно легко. Даже не запариваемся. И последний у нас здесь кто? А, Дракоши опять. Который тут вызывает скелетиков. Да, он вообще тут ватный. 96 темных душ. Да, я представляю, если это умножить на 3, будет довольно неплохо. Все, ребятушки, последний, так сказать, уровень нам пройти. И будет уже левел сундучком. Так, положили этих архаровцев. Как видите, у меня до сих пор 89 воскрешалок, купленных за кристаллы. 50 гнева. И 47 призова. В принципе, если мне достаточно хорошо одеться, думаю, на уровне 5-6 я смог бы приподняться еще. Как-нибудь мы это с вами замудрим. Единственное, что мне хотелось бы, конечно, улучшить арсенал себе. Ну и, соответственно, броню и эти, как их, амулеты с кольцами, чтобы уже делать их на 85, от 85 до 100. Потому что скоро надо будет себе ставить, улучшать казарму. Точнее, тренировочную бойцов, где мы будем уже развиваться до 100 уровня. А 100 уровень, как вы помните, у нас это на данный момент последний. Хотя, что-то мне подсказывает, что разработчики в дальнейшем продолжат, продолжат прокачку наших героев. И уровень уже будет не соточка, а может быть где-то 120-130. Соответственно, будет намного больше карта, намного круче монстры. И появится уже у нас новый злодей. Так, ну что, давайте вскрывать с вами сундучки. Ну, это мы будем разбирать, даже не задумываясь об этом. Следующее, что у нас? Так, это мы оставим. Так, это разбираем. Все шикарно пока идет. Ну, на 22-й, даже не знаю, оставим пока. И здесь нам выпадает... Ага, зеленый. Магическая броня. Нет, нам не нужно. Тем более, на 64-й уровень. Слишком слабенькая. Так, что у нас по яблокам? 169 тысяч. Так, здесь мы набираем еще подарочки. Надо их, кстати, посмотреть, что здесь у нас будет. Так, на повара. И... Так, это разбираем. На... Мага. Броня. Простая белая. Она нам не нужна. Ух. Так, что у нас? Ну что, почти-почти 180 тысяч яблок. Этого еще достаточно много. Только вот тратить, к сожалению, некуда. Блин, когда же закончится у меня постройка этой... Как его? Госпиталя. И... Ох. Какие там расценки дальше пошли, а? Ёлки-палки. Вы посмотрите просто. Четыре с половиной древесины. Три триста стали. Семь с половиной золота. Ну что, дорогие мои, давайте сделаем с вами, наверное, небольшой перерывчик. И увидимся. И еще раз всем привет, дорогие мои друзья. С вами Рэй. Продолжаем играть. Хастл-кастл после нашего перерывчика. Давайте-ка откроем сундучок. Посмотрим, что здесь выпадет. Оу. Так. Редкую броньку мы оставим. И, конечно же, на алхимика тоже броню оставим. Она нам может пригодиться. Пока мы смотреть не будем. Но выдастся времечко, поэтому глянем. Повара. Тридцать четвертый и двадцать четвертый уровень. Неплохо. Яблоки. Двести штук у нас. Так. Бронька. По-моему, зелень. Да. Зелень. Да. Мы ее сейчас с вами быстренько разберем. Так. Здесь у нас казначей восьмой и двадцать девятый левел получают. Так. Все. По-моему, у нас все хорошо. Забираем сундучки здесь. Так. У меня, смотрю, ребята, постройка-то закончилась наконец-то. Госпиталя. Ох. Все. Можно вздохнуть спокойной грудью. Начнем отправлять подарки. Так. Забираем для начала. А теперь, как говорится, уже по накатанной. Начинаем с Андрюхи. Так. Держи, Андрюха. Теперь Зути у нас будет. Серега Швед. Мофас Александр Клук. И Сергей Иванович. Намаду, конечно же, Димке. Так. Славянычу. Кто у нас дальше тут по программе дня? Так. Этих мы не знаем. Крэш. Так. Крошка. Крошка моя. Я по тебе скучаю. Так. Ваваныч. Конечно же, Ваваныч. Так. Забираем. И еще у нас 12 подарков на отправочку. Так. Где у нас тут что? Вот здесь. Андрей Бахмаров. Так. Алекс. Малевичу отправим. Ну и, насколько я помню, сейчас уже будут мои ребята идти. Только я их что-то не вижу. Ага. А, вот Эльдарушка. Следующий у нас кто? Так. Талисин. Дэн. В общем, здесь они стоят всем скопом. Мне даже так хорошо, когда они все вместе. Удобненько отправлять. Не надо их искать. Выискивать здесь. Так. Владимир Анецой получил. И теперь у нас... А. Умка еще. Вот. Куда-то спрятался. Забираем. Еще два подарка у нас здесь. Это будет Кайфолов и Иммортал. Я уже вижу его. Так. Вот он. Все. С подарками мы разобрались. Хорошо. Теперь забираем здесь подарки. Забираем деньги, яблоки, манну, древесину. В общем, все, что у нас здесь подкопилось. За такой маленький промежуток времени. Шесть у меня, кстати, сундучков уже накопилось. И я смотрю, много рабочей силы освободилось. С одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо. А плохо потому, что тут они были при деле, а сейчас они просто так шоркаются. Как говорится, без надобности. Ну-ка, что нам здесь выпадет? О, это сразу разбираем даже. К бабке не ходи. Так, книжечку мы оставим. Рубанок тоже пригодится. А вот это нам не нужно. Это хлам. И с яблочками, с ресурсами у нас сундучки. Все. Так, ну что? Портал у нас закончился. Жаль, конечно, не успел я забрать на 50 уровне синий сундук. Да, очень много я заработал. Вы сами прекрасно видите. 2116 темных душ. А вон, посмотрите, в лидерах Айк и Гонконг Клуб. Вы посмотрите, сколько они там насобирали. Это вообще финиш просто. Так, ладно. Забираем здесь манну. Слушайте, ребята, сейчас у нас ничего нету, потому что в данный момент 4 часа ночи или утро. Я не знаю, для кого как. Знаю, что нашествия никакого сейчас нету. И давайте тогда, наверное, здесь маленько приберемся. Хотя... Блин, эти две броньки, наверное, мне пригодятся. Черт знает, какую оставить, какую нет. Это, видите, на уворот идет. Так, вот. Единственное, что вот это разбирать можно смело. Так. Так, и думаю, что, наверное, можно будет потом разобрать амулетик. Так, лаборатория. Ну-ка, сколько... Ой! Глаза бы не видели, сколько ты стоишь, а? Ха-ха-ха-ха. Ну что-то, давайте тогда немножечко пофармим с вами ресурсов. Так, давайте проверим вот этого парнишку. Заберем вначале магию. И разведочку сделаем. Так, 294. Ну, вполне сгодится. Поехали. Ну что же, я могу сказать, здесь все довольно легко и просто. Спасибо тебе за ресурсы, дружище. Но, тем не менее, мне еще нужна целая-целая куча. Кирилл. 152 тысячи древесины. Ой, 153. Ну и деньжат. А так и 336 уровень. Ну, попробуем. На ускоренном, да? Так, давайте заморозочку бросим. Ага, все пока идет замечательно. Практически никакого сопротивления не было. И это нам в плюс. Ну-ка. О, довольно быстро у меня теперь бойцы стали отхиливаться. Это хорошо. Не надо будет так долго ждать. И делать такие большие перерывы. Так, эти у меня ходят. Блин. Нам на одно место тоску наводят. Можно, в принципе... Так, Эдгар По. Эдгар По, 30 уровень. Вы видели, сколько у него мало ресурсов, а? Смех на палке. Сверх. Сверх. Ну-ка, давай-ка посмотрим, кто ты такой. Так, я не могу почему-то поставить ману. А, ребята, у меня же... У меня же этот... Магическая лаборатория, или как она там... Мастерская делается. Поэтому магию я сейчас делать не могу. Так, давайте его проверим. Ну, здесь довольно неплохо, да? Да, здесь все хорошо. Практически тоже никакого не было сопротивления. Ресурсы мы получаем. Вот если бы вот так вот получать с каждого боя ресурсов, можно было бы очень быстро развиться. Но есть и другая плохая сторона такого легкого боя. У нас копится с вами репутация, которая нам в дальнейшем может так сильно аукнуться, что мы пожалеем. Поэтому периодически, ребята, скидывайте ее, если у вас, конечно же, будут на это яблоки. Конечно, жалко их тратить, но, поверьте мне, лучше слить яблоки, чем лишиться ресурсов. Сейчас у меня, кстати, одна идейка пришла в голову. У меня в замке, если я не ошибаюсь, свободные алхимики. Да, вот они ходят здесь. Ну, не алхимики, а вот эти вот ускорители времени. Надо вот сюда их влепить. Пускай-ка они лучше там стоят, чтобы быстрее у нас завершилась вот эта вот магическая лаборатория. Вот так. Каспер, ты не вовремя пришел, иди отсюда. Пугает он там моих жителей. Кстати, ребята, у нас по древесине довольно неплохо. Идут дела, в отличие от стали. Да, можно будет, кстати, скоро что-то поставить на постройку. Но, боюсь, по стали мы все-таки не вытянем. И если память не изменяет, нужно 3,5 миллиона древесины. И, по-моему, 2 с лишним стали. Так, ну что, этого мы трогать не будем, наверное, пока Димона оставим в покое. Так, Рокки. А вот Рокки, наверное, надо 369 уровень. Ну что ж, давайте-ка попробуем победить. Так, погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Это что такое? Это что у него там за вояка стоит, а? Фига себе. Оу. Нифига, ребята, я не могу его просто положить. Вы посмотрите, что творится. Да ладно. Это что, баг или что такое? Не понял я. Нет, меня такой, блин, поворот не устраивает. Надо срочно посмотреть, что он из себя представляет. Да ну нафиг. Он практически уже был на грани, чтобы упасть, но стоял и выстроил как-то. Так, давайте мы для начала, конечно же, заберем магию. Что-то там нечисто, если честно. Так, ай, забывай, что не могу построить, заказать магию, потому что у меня там делается. Ага. Ага, он в легендарке. Ну, тогда это все объясняет. Ну, я как-то все равно немножко сомневаюсь, что он бы вот так вот устоял против моей армии. Практически все его били, а он один выставил. Ладно. Простим, как говорится. Ну, здесь нечего ловить танец. Тоже нечего. Что у нас с яблоками? Ну, еще пока есть. Можем мы кого-нибудь полутать. Только вот кого? Не знаю пока. Таких, как Рокки, нам пока не одолеть. Блин, ну, была бы у меня легендарная шмотка. А еще лучше и оружие легендарное. Тогда, да, мы бы уже по-другому бы с вами чувствовали бы себя. Так, здесь что у нас? Здесь у нас синька, фиол. Ладно. Не будем мы на него нападать. Пускай живет. Хе-хе. Или он, или я. Так, этот Рокки. Так, а что у нас дальше-то есть? Ага, Рэмбо. Ну-ка, давайте-ка проверим этого Рэмбо. 349. Думаю, что можно его немножко так сказать, покуролесить. И упал. Отлично. Упал. И этих мы добиваем. Ну, что такое? Он еще сопротивляется. Слушайте, да, сегодня неплохая ночка для меня получилась для выбивания ресурсов. Есть еще таких парочку. Я, может быть, даже и закажу себе новенькую постройку. Тут, наверное, осталось-то совсем немножко, да? А, нет, ребята. 3,3 миллиона 370 нужно стали. О, это еще дофига. Это еще 2 ляма стали. А вы сами прекрасно знаете, что с боя можно унести, ну, насколько я помню, видел максимум 99 стали с одного боя. Причем есть и зажиточный боец. Да, нет. Не одним походом это все дело, конечно, завершится у нас. Еще придется очень долго здесь пыхтеть. И помимо того, что мы еще накопим ресурсы, сколько дней оно там будет строиться? Неделю минимум. Так что, дай бог, после Нового Года мы с вами еще как-то разовьемся. Ну, если, я надеюсь, вам спешить некуда, а к тому же, если вы сами играете, то для вас это время пролетит вообще моментально. Так, колечко мы заказали. Идите сюда, ребятушки. Нечего вам здесь просто так прохлаждаться. Будете крафтить мне кольцо. Кстати, по времени я почему-то не увидел, чтобы оно хотя бы уменьшилось хоть на часок. Так, и отсюда, наверное, одного хламона заберем. Вот сюда. А, ну вот, наконец-то, да, четверых человечков поставил, чтобы на один часок себе сократить. Ну, а здесь мы закажем себе тоже, наверное, зеленую... Нет, зеленую броню. Пускай делают. Синьку мы с вами спустим на амулет или на кольцо. Потому что больше нам некуда, некуда тратиться. Все у меня персонажи одеты, как минимум, в синий фиолетовый шмот. И я так думаю, что синюху делать сейчас нет. Нет смысла. Единственное, что фиолетовый шмот нужен нам. И как можно больше, чтобы его потом разбирать на кристаллы. И пора уже, наверное, легендарку делать. Так, что мы здесь еще с вами можем делать? Яблок у нас пока хватает. Мы можем, в принципе, отправиться с вами еще кому-нибудь немножко лутануть. А ну-ка, давайте-ка вот этого посмотрим, братишку. 420... Угу, одна тысяча мощей. Слушайте, ну я думаю, что... Что можно попробовать, наверное, да? Что у него там? Ага, у него там еще постройка делается. Давайте-ка рискнем своим здоровьем. И попробуем здесь победить. Я специально не буду ускоряться. Вы посмотрите, я уже забыл. Неужели раньше вот такая была скорость боя? По-моему, они ее намеренно замедлили. Так, лежать я сказал, блин. Такие, знаете, как будто как в матрице в замедленном виде. Да ладно, хорош. Неужели проиграли? Нет, должны выиграть. Тут один лучник остался. Так, и он сейчас упадет. Все. Замечательно. Так, довольно неплохо. Мы получили ресурсов. Только очень мало стали. Всего 42 единицы. Так, но зато синие сундуки заработали за выполненное задание. И мы сейчас с вами посмотрим, что нам выпадет здесь. Ой, хлам. Ну, кристаллы, конечно, хорошо, но тем не менее здесь хлам. И опять же хлам. И три кристалла. Ну что же, ладно. Четыре кристаллика в копилку. Лишними не будут. Так, давайте вот этот вот, наверное, амулетик мы с вами разберем. Зеленый, тем более он нам нафиг не нужен. Так, и вот этот тоже разберем. Чтобы у нас был только фиолетовый и синий шмот. Раньше, как вы помните, я разбирал только белый шмот. Ну, а теперь я думаю, что надо и зелень, ненужную, конечно же, нам уничтожать. Ну что же, дорогие мои друзья. Я думаю, сегодня неплохая у нас получилась серия. Довольно неплохо я сегодня полутал ресурсов. Меня это радует. Ну, а на этой ноточке мы будем с вами завершать вот эту вот серию. И увидимся с вами в следующих выпусках, в новых видосиках. Надеюсь, накоплю ресурсы. И поставим с вами новую постройку. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Удачи! Удачи!